Правительство запретило экспорт пшеницы из Государственного резерва до 12 апреля включительно. Решение принято Кабинетом министров единогласно после почти двухчасового обсуждения при закрытых дверях в правительстве вечером 30 марта. По словам министра сельского хозяйства, регионального развития, окружающей среды Иона Пержу, решение было принято на основе информации и рекомендаций, представленных Высшим Советом Безопасности. Перед тем, как уйти на переговоры за закрытыми дверями, в Рио премьер-министр Аурелию Чукой попросил запретить экспорт пшеницы до 15 апреля. Однако Кабинет министров не поддержал инициативу. Тогда Ион Пержу заявил, что продовольственная безопасность Республики Молдова обеспечена, а страна располагает достаточным количеством запасов пшеницы, а ограничения на экспорт не нужны. Из 600 тысяч тонн пшеницы, произведённых в прошлом году, с 1 июля по настоящее время около 107 тысяч тонн было экспортировано, а стране необходимо для обеспечения продовольственной безопасности примерно 300-350 тысяч тонн, заявил Пержу. Президент Майя Санду обратилась к правительству во вторник 30 марта после заседания Высшего Совета Безопасности с тем, чтобы были введены временные ограничения на экспорт пшеницы из государственных запасов. Глава государства упомянула возможные риски, связанные с засухой и влиянием на продовольственную безопасность, а также возможное повышение цен на хлебобулочные изделия. Решение вступает в силу с даты публикации в монитору Офичал. Тем временем депутат партии «Действия и солидарность» Раду Мариан сообщил, что подтвердилась информация о том, что пшеница, ввозимая на днях в Джоджу-Леште, действительно из госрезерва и предназначена для экспорта. По словам депутата, информацию подтвердили несколько источников, юридические лица, а также представители компании, представляющие услуги по хранению пшеницы из госрезервов. Это правда, что часть пшеницы в государственном резерве около 16 тысяч 800 тонн скоро потеряет срок годности и должна быть продана пользователям, капитализирована и заменена новой пшеницей. В текущей ситуации, когда цена на пшеницу растёт, агентство материальных резервов, которое управляет государственным резервом, должно вмешаться и продать эту просроченную пшеницу на внутреннем рынке по нормальным ценам тем, кто в ней очень нуждается. Например, животноводам, серьёзно пострадавшим от засухи, или производителям хлебобулочных изделий, считает депутат. По его словам, вместо этого агентство материальных резервов действовало полностью вопреки общественным интересам, продав эту стратегическую пшеницу одной фирме на экспорт. «Вместо того, чтобы защищать население от роста цен, это учреждение решило заработать. В результате мы имеем нелепую ситуацию, когда, несмотря на то, что на местном рынке имеется избыток пшеницы в 125%, цены растут. Почему? Потому что государство не способно вмешиваться в рынок, когда у него есть возможность», – отметил также депутат. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННО ऩУРЕНЮЩИА venom ПОДП vie построено от нас! Продолжение следует...